Депутат Пермской городской думы Что для вас лично депутатство? Почему вы пошли на выборы? Для меня депутатская работа это в первую очередь ответственность перед своими избирателями, перед теми людьми, которые доверили мне быть депутатом, отстаивать их интересы в коридорах власти, отстаивать их интересы в первую очередь с их проблемами, которые ежедневно, ежечасно проходят у нас в такой бытовой жизни в городе Перми. Скажите, какой-то план работы у вас есть определенный и какие пункты вашей стратегии наиболее приоритетны для вас? Для меня всегда приоритет это люди, это те люди, еще раз повторюсь, которые мне доверили, которые избрали меня депутатом. Я всегда стараюсь быть достойным депутатом, всегда стараюсь, чтобы моим избирателям было не стыдно за меня и самое главное мне не стыдно смотреть им в глаза. Вот это для меня основные приоритеты. Скажите, с какими итогами вы подошли по работе в Думе к концу года? Есть то, чем вы гордитесь? Какие-то решения, которые удалось пронести через Думу, через своих коллег? Может быть, я горжусь тем, что у нас подобралась хорошая команда депутатского корпуса, единый коллектив, есть взаимопонимание, все работают на результат, на своих избирателей. Конечно, у нас очень много проблем, проблемы городского хозяйства, это и благоустройство, и ЖКХ, вот эти все проблемы, которые существуют в городе Перми. Ежедневно мы работаем над этими проблемами, работаем с администрацией, стараемся работать в одной команде, чтобы у нас было взаимопонимание. Тоже, может быть, не всегда получается то, что хочется, может быть, не хватает какой-то жесткости, может быть, не хватает более конкретного спроса с администрацией, потому что ведь исполнительная власть, она исполняет те поручения, которые дает им депутатский корпус, и очень часто бывают пробуксовки в этих исполнениях решений. Ну, как раз хотелось задать вопрос по администрации, по вашей совместной работе. В этом году Дмитрий Самойлов, в прошлом вернее, уже поменял структуру администрации. Теперь руководители подразделения, это замы. По сути, изменилось ли что-то в работе с администрацией у вас? Есть ли какой-то результат от этих изменений? Ну, если честно, пока никакого результата я не могу сказать, не могу сказать, что что-то сильно изменилось. В принципе, Дмитрий Иванович пришел. Та команда была, которая при Маховикове, она, в общем-то, практически 95% она вся осталась. И такого, чтобы какого-то прорыва, которого хочется, конечно, да. Ну, и в силу того, что сейчас экономические условия, те условия, которые сейчас вокруг нашей страны, внутри нашей страны, конечно, это тоже не позволяет, может быть, сделать то, что хотелось бы сделать. Ну, в целом, мы видим, что команда заряжена на результат. Дмитрий Иванович слышит, слушает. Мы очень часто встречаемся, обсуждаем какие-то проблемы. Ну, по крайней мере, взаимопонимание это есть. Но, я думаю, совместными усилиями депутатский корпус и администрация мы будем решать те задачи, те проблемы, которые у нас существуют. Но самое главное, что есть понимание, что никто ни от кого как бы не отстраняется. Идет диалог и депутатский корпус. Ну, вот я в своем лице, в своих коллег. Мы тоже берем на себя ответственность все, что происходит. Если плохо, то виноваты здесь не только администрация, но и депутаты. Значит, где-то они тоже не дорабатывают, где-то они не поддавливают. Так, может, не совсем правильно, но я считаю, что депутаты все равно должны поддавливать и заставлять администрацию, чтобы они шевелились, чтобы они были более энергичные, работали, не сидели инертно в своих креслах, а, в общем-то, выходили к людям и слышали людей в первую очередь. Вот эта задача, я считаю, депутатского корпуса совместно с администрацией. А слышит сейчас администрация? Просто я к чему-то вопрос. Вы очень часто критично высказываетесь в отношении чиновников городских. Не боятся? Я не знаю, боятся, не боятся, но, по крайней мере, на недоработки, которые есть, мы стараемся всегда указать. Это же критика не ради критики, а критика для того, чтобы что-то менялось, чтобы менялось в лучшую сторону. Если сидеть и молчать, ничего не говорить, то тогда не будет никаких изменений, понимаете? Владимир Иванович, мы накануне отпраздновали Рождество. В это время, как правило, люди все верят в чудеса. Скажите, получается ли депутатам творить маленькие чудеса? Вот у себя в округе, например. Конечно, депутаты это не какие-то волшебники. Депутаты это обычные люди, такие же, как и все. Они ничем не отличаются. Единственное, хочу сказать, что каждый депутат пытается в своем округе что-то изменить, сделать так, чтобы в этом округе было более лучше, чтобы людям было комфортнее. Конечно, мы пытаемся что-то делать, но получается, не получается, это откажут люди, понимаете? Например, про истечение моего срока депутатского. Если я решу снова идти на выборы, все равно мне сложно говорить о себе, что я. Понимаете, все равно это люди должны сказать. А так, конечно, депутаты всегда стараются что-то сделать, что-то изменить. Всегда мы пытаемся организовать праздники, особенно для ветеранов, для детей, чтобы люди чувствовали, что действительно сейчас праздник. Я почему задал этот вопрос? Существуют две точки зрения. Многие считают, избиратели, что депутат, если он избрался от этого округа, он должен помогать во всем. Лавочку поставить бабушкам, лампочку вкрутить в подъезде. Другие считают, что депутат должен конкретно законодательной своей работой помогать своему району. Вы какой точки зрения придерживаетесь? Ну, я думаю, что в комплексе должно быть. Депутат должен делать и лавочки, и лампочки помочь, если это необходимо. И смотреть, чтобы тепло было. Я имею в виду, где-то позвонить в администрацию, где-то в управляющую компанию. И, конечно, законотворчеством должен заниматься, чтобы все шло на улучшение климата в нашем городе. Вот работа депутата, в комплексе нельзя сказать, что он должен делать то или то. Он должен делать все по возможности. То есть и волшебством заниматься, и конкретно своей законодательной работой? Ну, и конкретно должен заниматься хозяйством. С какими вопросами, с какими проблемами вообще в вашу приемную люди обращаются, ваши избиратели? Ну, больше всего это, конечно, благоустройство, ЖКХ. Вот эта проблема, которая существует с управляющими компанией. Конечно, вот это самая основная больная тема. Это из года в год вот это все повторяется. А получается решать? Пытаемся, решаем. Какие-то моменты, какие-то вопросы решаем, какие-то не получаются. В виде того, что у нас нет на это полномочий. Но все равно людей без внимания не оставляем. Также работает у меня приемный юрист. Люди приходят, мы пытаемся их консультировать, делать все, чтобы в первую очередь услышать, чтобы власть услышала проблемы избирателей. В общем, ну, я говорю, что все, что в наших силах, мы стараемся это сделать. Но порой у нас нет просто на это полномочий. Владимир Иванович, не мог не задать этот вопрос. У нас 2015 год обещает быть непростым. Многие эксперты предсказывают, что в связи с падением рубля, с падением цен на нефть, будет жить не совсем просто нам. Наш бюджет, который вы приняли в прошлом году, он позволит подстраховаться социально незащищенным категориям? Бюджетникам не упадут ли зарплаты? И вообще, что вы думаете по этому поводу? Ну, действительно, будет все непросто. Мы видим та обстановка, которая вокруг нашей страны происходит. Путин сравнивал, допустим, Тайга и Россия, где зарубежные страны говорят, что, имея такую территорию, как Сибирь, что Россия одна пользуется этими недрами, что это должно принадлежать всем. То есть, значит, нужно Россию поделить на несколько частей, и делается все для того, чтобы Россию ослабить. И у нас есть президент, у которого есть жесткая позиция. Я горжусь, что у нас есть президент, который очень жесткий, у которого есть стержень, который может отстаивать интересы своего государства. И я горд этим, да, как он сказал, что в Тайге есть медведь, это, будем говорить, наша армия, да, это медведь. Они хотят сделать так, чтобы медведя посадить на цепь, потом вырвать у него кулки и когти, и потом шкуру медведя повесить на стену, на гвоздь, да. Вот хотят, что сделать с нашей страной. Конечно, нам будет нелегко, конечно, нам будет сложно, конечно, они нас пытаются сейчас изолировать от всего, да. Но я думаю, что вы понимаете, что все равно наш народ очень мужественный. Бывали и хуже времена для наших родителей, бабушек и дедушек. Они пережили войну, они пережили послевоенное время. И для нас интересы государства это в первую очередь, ну, а бюджет у нас, бюджет у нас, я считаю, что он социальный. В первую очередь направлено это на ветеранов, на детей. И я думаю, что они здесь не пострадают и будет все, как должно быть. Как вы считаете, на каком уровне вообще у нас сегодня патриотическое воспитание находится в городе? Вы знаете, я считаю, что на хорошем уровне. Я хожу по школам, встречаюсь много с детьми, вижу, насколько дети у нас любят свою страну, насколько сейчас вот именно вот это вокруг нашей страны, то, что сейчас происходит, это нас как-то наоборот объединяет, сплочает. Дети начинают интересоваться политикой, если раньше они пытались смотреть, что за забором происходит у соседа, как там в соседнем дворе. Чисто и уютно сейчас наши дети начинают с ними разговаривать, понимают, что только они сами могут навести в своем доме, в своем дворе порядок. И они прекрасно понимают, что будущее нашего города, нашей страны, это в их руках, они будут управлять нашим городом, нашей страной. И я вижу, как дети уже просто мужают, более серьезно становятся, более ответственны. И вот прямо это видно на глазах, понимаете. В прошлом году, в апреле, насколько я помню, вы возглавили временную комиссию городской думы по дорогам. И благоустройству. И благоустройству. Расскажите немножко об итогах работы, чего удалось добиться, и вообще как комиссия ваша работала. Насколько я знаю, организовывали выездные какие-то совещания. Да, ну в первую очередь, почему мы создали эту комиссию, да, потому что мы видим, какие в городе дороги у нас, нас это не устраивает. Мы видим, что не совсем то благоустройство. Хотелось бы, чтобы у нас было побольше, там, допустим, скверов, парков, чтобы людям, возможно, было где-то отдохнуть, чтобы они, понимаете, после работы пришли посидеть на лавочках, где-то в тенечке, там, какие-то карусели для детей, чтобы было комфортно и уютно. Поэтому мы создали эту комиссию. У нас было 8 заседаний в прошлом году. Было несколько выездных. Мы старались, в первую очередь, выезжать на дороги, в парки, в скверы. Хочу сказать одну из заслуг своих. Постройка дорог на Встречной, Бордовский тракт, дальше путепровод по шоссе космонавтов, где вот этот вот мост, который он был просто весь уже разбитый, никто не хотел им заниматься, потому что, говорили, ну, вроде это не территория там города, пусть это железная дорога, занимается еще кто-то. И поэтому получалось, что все друг на друга спихивали. Ну, мы приняли решение, что это территория города Перми, нам необходимо это сделать, чтобы была нормальная дорога. Далее хочу сказать, сад Чехова, который был в октябре 2013 года с оценкой отлично сдан. И в юне месяце мы 2014 года приехали в этот сад, мы посмотрели, как все поотпадало, все развалилось. И подрядчики не хотели восстанавливать свою работу. Нам пришлось провести пару жестких совещаний. Воспитательная беседа была. Да, немножко пришлось, как бы, да, напрячь администрацию и этих подрядчиков. И они все исправили, все сделали. Поэтому мы считаем, что наша комиссия, в первую очередь, должна еще и контролировать то, что делают подрядчики, то, что, допустим, находится у них в гарантийных обязательствах. Потому что некоторые сдали дорогу или там какой-то участок, объект, и забыли про это. А на самом деле они должны содержать, должны смотреть, чтобы это все соответствовало. И вот примерно вот такая у нас работа. Понимаете, сейчас мы будем заниматься то, что происходит в городе. Конечно, нам не нравится, что очень плохо убирается снег. Мы будем работать, ну и работаем с администрацией. Мы их критикуем, чтобы они заставляли подрядчиков вывозить снег, чтобы город был чистый, чтобы не было никакой грязи, чтобы тротуары были убраны. А то, что происходит, конечно, нам не нравится. Ну почему так происходит из года в год? Такое ощущение, что мы никогда не бываем готовы к зиме. Наша, знаете, вот русская авось такая, знаешь, авось принесет, думает, там снег там может не будет, там еще что-то все ждут, что он там... Сам растает, да? Сам растает, да, как один руководитель, наш бывший, говорил, что снег нападал, пускай сам и тает. Понимаете, вот я думаю, подрядные организации тоже так же думают. Скажут, деньги мы получили из бюджета, а вывозить снег, это же тоже затратная часть. Лучше мы эти деньги положим себе в карман, снег растает или там тихонечко люди его притопчут или машину, и все, понимаете. Вот приходится вот заниматься этим, потому что, ну, нет другого варианта. Скажите, а есть вообще вероятность того, что вот эта временная комиссия постоянной станет? Ну, почему нет? Если она востребована, мы же ведь... Комиссия у нас была до 31 декабря 2014 года, а на последнем пленарном заседании мы ее еще продлили до 31 декабря 2015 года, потому что она востребована, потому что все коллеги видят, что действительно... Эффект есть, да? Мы занимаемся, что эффект есть, что мы создали ее не просто так, а, в общем-то, работа проводится. Коллеги из комиссии выезжают, в общем-то, на осмотр дорог. За каждым коллегой закреплена какая-то часть, какие-то районы, и постоянно пытаемся, в общем-то, не сидеть в кабинетах, а постоянно находиться на улице. И те факты, которые нас не устраивают, мы говорим об этом администрации. Ну вот у нас еще идут новогодние каникулы. Как вы отметили Новый год? Куда ездили? Как отдыхали? Вообще, как депутат отдыхает? Ну, как депутат? Депутат отдыхает так же, как и обычный человек. Депутат ведь ничем не отличается ни от кого. Ну, я вот Новый год всегда отмечаю в кругу семьи, я никогда не выезжаю никуда. Я не могу представить, как можно куда-то выезжать, особенно люди уезжают в теплые страны, там под пальмами отмечают Новый год. Для меня Новый год – это всегда елка, снег, всегда можно выйти там на улицу в новогоднюю ночь, загадать какое-то желание. В общем-то, это детский праздник. Ну, я думаю, что, наверное, для всех это самый лучший праздник, который есть у нас, понимаете. Всегда ты ждешь какого-то чуда от Нового года, всегда ждешь подарков, всегда там, помню детство, это мандарины, запах мандарин. Все самое лучшее, все самые лучшие вкусы, вот, допустим, берешь какую-нибудь конфетку, мороженое, и всегда это ассоциируется с детством. Что тебе в детстве нравилось, то и сейчас это самое лучшее. Какие бы там зарубежные, не привозили нам, я не знаю, продукты, там еще что-то, но самое вкусное – это самый вкус детства. И то же самое Новый год – это праздник детства, и он был, есть и будет в душе каждого человека. Так же у меня. Владимир Иванович, ну, пользуясь случаем, тогда хочу поздравить вас с исключительно русским праздником, Старым Новым годом, который скоро к нам приближается. Спасибо огромное вам за беседу. Спасибо вам тоже, вас тоже с праздником. Счастья, любви, здоровья, ну и нашей стране и нашему городу, чтобы у нас все было хорошо. Спасибо, а вы обязательно приходите к нам еще. Спасибо большое. Это была программа «Лобби-холл». У нас в гостях был депутат Пермской городской думы Владимир Плотников. Ну, а задавал вопросы Станислав Шубин. Смотрите нас на телеканале «Ветта». Обещаем, будет интересно.